Добрый вечер, ребята! Сегодня у меня в гостях солисты оркестра баянистов Петербургского дворца творчества юных Маша и Лев. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот, Маша, у меня такой вопрос сразу же. Вы солисты оркестра баянистов. Он так называется, оркестр баянистов, да? А ваши инструменты ведь называются аккордеон. Вот какая-то нестыковочка. Изначально, когда создавался наш оркестр, там играли одни баяны. Вот, позже уже появился аккордеон. И сколько лет вашему коллективу? В этом году исполнится 65 лет. Аккордеон. Такой замечательный, очень красивый, благородный инструмент. Звучание у него очень много разнообразных тембров, я имею в виду. А вообще, откуда взялся этот инструмент? Ну, он пришел из Германии. Ну, он произошел от губной гармоники. От губной гармоники, да? Ну, сперва к ней приделали мех. И он был как кузнечный мех. Там было всего 7 клавиш с правой стороны клавиатуры. А слева там просто была ручка для движения мехом. Ага. Да. Потом, ну, на следующий год после создания, придали меху более современную форму, вот, как сейчас видим. И более привычное очертание. Но там уже появились басы. Это вот левая рука. Левая рука, да. И на правой руке стало больше количества клавиш. Маша, а вот у меня такой вопрос. А аккордеон – это какой инструмент? Клавишный? Или вот к какому относится он? К какой группе? Это духовой инструмент. Духовой? А ведь принято считать, что духовой инструмент – это флейты, трубы, валторны. А как же, вот, вы же не дуете в него? Мы не дуем, но тут есть, но инструмент работает благодаря воздуху, который задувается в инструмент благодаря меху. И вот сейчас как раз самое время послушать этот замечательный инструмент, как он звучит при помощи воздуха. Да? Что вы исполните? Березку. Русско-народную песню в ополе березка стояла. Угу. Русско-народную песню в ополе березка стояла. 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 КОНЕЦ Замечательно. Мне очень нравится, как звучит этот инструмент. А вам самим нравится на нём играть? Очень нравится. Ты так искренне сказала «очень нравится». А почему? Чем тебе это очень нравится? Ну, это универсальный инструмент и интересный, потому что вот другие инструменты, на них нельзя сыграть просто одному человеку. Обязательно нужен кто-то другой. Это солирующий инструмент. Флейта, скрипка. А вот наш инструмент, на нём можно сыграть совершенно одному, потому что тут и мелодия в правой руке, и аккомпанемент в левой. Но вы-то играете вдвоём. Да, потому что вдвоём это звучит ещё более лучше, интереснее. Вот вы являетесь солистами большого оркестра. А сколько человек в оркестре? В оркестре 30 человек. 30 человек? А какой возраст музыкантов? Это могут, вообще занимаются и от 6 лет, и даже меньше бывают, и до 11 класса. Ну, вот в оркестре, если, ну, после 2-го, 3-го года обучения уже идут в оркестр заниматься дети. Ну, а ты сказала «от 6 лет». А вообще, вот я смотрю, ваши инструменты, они, по-моему, очень нелёгкие. Вот сколько весит аккордеон? Ну, вот этот, 17 килограмм. 17 килограмм? И ты его носишь с собой? А лев тебе помогает? Да. То есть ты носишь сразу 2 аккордеона? Маша, а как ты считаешь, аккордеон – это мужской инструмент или женский? Ну, и, думаю, и те, и другие мужчины и женщины могут играть на этом инструменте. Нет, а вот по звуку, говорят, скрипка – это вот такой женский голос. Виланчель – это низкий мужской или контрабас. Ну, а аккордеон может и сдавать и высокий голос, женский, низкий, мужской. Ребят, сыграйте ещё что-нибудь. Мы исполним произведение Александра Коробейникова «Амартышка и очки». М-м-м. М-м. 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 Замечательно. Вот мне очень захотелось послушать наших дорогих солистов вместе с оркестром. Скажите, а гастроли у вас бывают? Ведь вы выступаете, раз это оркестр, то наверняка ездите по стране. Да, но по стране не ездим, мы за границей ездим, за граничные гастроли. То есть вы по России не ездите, вы сразу за границей. Так, и где вы побывали? В октябре прошлого года мы участвовали в международном фестивале искусств в Шанхае. А что там понравилось вам больше всего в Шанхае? Ну, сама история и культура Китая очень интересна была. Мы побывали во многих городах, и экскурсии везде были очень интересные. А китайцы играют на аккордеоне? Нет, не играют. Но им понравился этот инструмент? Им очень нравилось, они интересовались этим инструментом. В прошлом году, летом, мы выезжали в лагерь аккордеонистов международный в городе Резакна. Это в Латвии? В Латвии, да. Да, и ты тоже там был, Лев? Да. Так, и что там было? Мы играли с водным оркестром. Там были аккордеонисты из Финляндии, Швеции, Латвии и мы из России. Маша, а еще где вы были? А вот в августе этого года мы ходили в рейс на учебном судне Творца Творчества Юных, Юный Балтиец. Ага, интересно, так. И вот участвовали в регате, в которой заняли третье место. Так, секундочку. Но это вы ходили как матросы или как аккордеонисты? Во время переходов мы были матросами, а на стоянках музыкантами. Так. А вот что ты, Маша, делала в качестве матроса? В качестве матроса у нас были дежурства, и мы или помогали экипажу старшему, или убирали, пылесосили, чистили, мыли, готовили на камбузе, на кухне. Ага, понятно. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания, ребята. До свидания. До свидания. Продолжение следует...